Спасибо. Сразу 11 новых спортивных сооружений одновременно открылись в разных регионах страны во время проходившего в Кемерове форуму «Россия. Спортивная держава». Универсальные арены, бассейны, залы для занятий борьбой и другие объекты построены благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Самый необычный спортивный объект в мире открылся в Кемерове. Первый в истории спортивный фиджитал-центр. Он объединил киберспортивный клуб и умные спортивные площадки. Здесь, чтобы сыграть в компьютерную игру, придется сначала попотеть. Все сейчас любят современный мир, все любят в окружении, поэтому их тяжело от этого открывать. Получается, что ты должен быть хороший в этом и, опять же, от физического памяти наступать. Большинство пользователей проводят максимальное время за компьютером. Наша задача их оттуда вытащить, мотивировать на то, чтобы они столько же время проводили в физической зоне. Будешь много и хорошо играть в настоящий футбол, улучшишь свой рейтинг и на виртуальной арене. Заработаешь призы или время для компьютерной игры, если силы на нее останутся. Фиджитал-центр создан на базе нового спорткомплекса «Кузбасс-арена». Его строительство завершили как раз к открытию форума «Россия – спортивная держава». Многофункциональная арена, которая построена, предоставляет возможности для развития 24-х олимпийских видов спорта, неолимпийских видов. Это идеология такого нового взгляда на спортивную инфраструктуру. И с точки зрения привлечения детей в спорт, и с точки зрения организации профессиональных занятий. На форуме в режиме телемоста открывали одновременно 11 спортивных объектов. Один из них в Брянске. Новая спортивная школа и зал для соревнований борцов. Возможно, лучший в Центральной России. Мы получили полностью автономную школу для проведения учебно-тренажерного процесса. Это очень важно. Такого зала в Центре России нет. Ни один регион не располагает. В школе занимаются 600 парней и девушек. Теперь им не придется ждать в очереди ни на ковер, ни в тренажерный зал, ни в душевую. А тренеры смогут создавать небольшие группы для эффективных занятий. Когда тренировкой занимается 50 человек, то ты, в принципе, чисто физически не сможешь уделить каждому внимания. Сейчас здесь у нас есть такая возможность, и я планирую, что наш результат только вырастет. Наскочила паузу, долго подержала. В Брянске радовались борцы, в Краснодаре – пловцы. А вместе с ними – ватерполисты, синхронистки и прогуны. Тренироваться и соревноваться в новом бассейне они смогут одновременно. Ну, самые такие вау были, эмоции. Конечно, преимущества огромные. Красивые, светлые, современные, просторные. Конечно, хочется здесь работать. Уникальность этого проекта в том, что Олимпийская чаша, которой нет на юге России практически нигде, может превратиться в две полноценных 25-го бассейна. Благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» нацпроекта «Демография» с начала его реализации открыто 383 спортивных объекта. Спортом регулярно занимаются почти 50% жителей страны. Субтитры создавал DimaTorzok